Участок улицы Ольховы вдоль дома номер 4 водители преодолевают с особой осторожностью. Многочисленные ямы значительных размеров на дорожном покрытии опасны как для транспорта, так и для пешеходов. В ловушку на этой дороге попала и машина нашей съемочной группы. Лариса живет в доме номер 4 по улице Ольховы уже 15 лет. Она утверждает, что ремонтные работы на этой дороге проводят ежегодно, но из-за большого потока автомобилей асфальт быстро приходит в негодность. Здесь проходит очень много машин, поэтому везде вот эти дырки. Я вот первый раз увидела, что вон там, к рынку большие дырки, но здесь они все время делают. Сейчас снег растает, они будут делать. Участок напротив дома Ольховы и дом 4 является проблемным, он разбит, но жители немножко заблуждаются, его не ремонтируют каждый год, поскольку территория не определена. Поэтому, как вы видите, дорога находится в ужасном состоянии. Да, почему-то этот участок минует ремонтные бригады. Большая яма также на проезжей части у дома номер 9 по той же Ольховой улице и на многих других улицах города. Мы находимся на проезде у новой пристройки гимназии. Здесь разбита дорога. Ямы не было видно из-за снега, но как только он растаял, на некоторых участках вместе с ним растаял и асфальт. Теперь в феврале. Вот она сразу проявилась. Она сейчас все больше и больше с каждым. Как рассказал начальник подразделения дорожное хозяйство МВУ Дорсервис, Александр Зубков на данный момент ямочный ремонт на основных дорогах в городе выполняет подрядная организация. Но в этом году учреждение планирует производить работы самостоятельно. Для этого уже закуплен инвентарь. В данный момент работы ведутся по литому асфальтобетону. Это зимний вариант. При температуре ниже нуля градусов выполняется. После чего при наступлении благоприятных проводных условий будут выполняться работы по горячему асфальтобетону. Также Александр Зубков отметил, что проблемных участков стало меньше, так как в прошлом году большинство дорог в городе были отремонтированы. Покрытие имеется новое. Данное покрытие на гарантии. И по данным адресам мы не производим ямочный ремонт, пока они находятся на гарантийном обязательстве у подрядной организации. Поэтому с каждым годом у нас ям должно появляться все меньше и меньше. Стоит отметить, что весь процесс ремонта фиксируются программой системы контроля и планирования работ в сфере дорожной инфраструктуры, в которую вводятся данные с занесением геометок и сроками устранения дефектов.